Здравствуйте, дорогие наши зрители! Доброго вам времени суток и крепкого здоровья! Ну, это чтобы с нашими программами вы могли справиться. Сегодня у нас снова пилотная передача. Мы открываем новую серию передач, в которой расскажем вам о всяческих полезных приметах, которые помогут вам ориентироваться в сложном мире принятия решений. У вас уже не будет дилеммы «да» или «нет», потому что вы будете точно знать, что вот тут надо сказать «да», а вот тут «нет». И вы что, всерьез думаете, что приметы – это суеверие? Дорогие мои, любое суеверие – это только на 30% ерунда, а на 70% – чистая правда. Поэтому, когда вы спешите куда-то, ну, вроде бы по очень важному и срочному делу, а все выстраивается против вас, откажитесь от этого дела. И не важно, сколько прибыли оно может принести вам в сию секунду. Заплатите вы за это совершенно неадекватную цену. Не стоит овчинка выделки в данном случае. Ну, или если вам совсем не в моготу и дело просто необходимо выполнить, перенесите его на завтра. Вспомните человека, который летел на очень важную встречу и по дороге в аэропорт упал и подвернул ногу. Вот ему бы остановиться, подумать. Но человек был не суеверный и в приметы, увы, не верил. В итоге, невзирая на боль в подвернутой ноге, схватил такси и поехал в аэропорт. По дороге дважды попал в пробки, но и это тоже не помогло. Он заплатил таксисту еще денег, и тот повез его дворами и объездами. Этот человек не опоздал на рейс, но навстречу он не попал. Так как самолет не долетел до места посадки, сел в горах, и мужчина этот погиб одним из первых. Он с его подвернутой ногой не мог отправиться с остальными пассажирами вниз. В общем, просто замерз в горах. Ну, а теперь спрашивается, и какого лешего он поперся судьбе вопреки, а? Так что думайте сами. А мы будем вам рассказывать о приметах, потому что тот, кто знает больше, тот ошибок совершает меньше. Всем удачного дня! Подписывайтесь на наш канал, получайте больше шуток и серьезных новостей. До новых встреч!